привет народ добро пожаловать наши посиделочки место где мы с вами продолжаем обозревать сериальчики сегодня поговорим про я думал ну все все обсудили трейлер на основании увидимся теперь уже в пятницу когда выйдет серия нет нет они не ухомоняться никак не успокоится еще один трейлер вывали теперь что дяди вове надо обсуждать да вы посмотрите посмотрите сколько человек посмотрела этот трейлер больше трех миллионов ребят смотрите и если есть вот такая движуха значит вложили деньги в рекламную кампанию я вот когда вышел первый сезон я вообще узнал про основания по моему в ту же самую неделю когда сериал вышел я нигде толком про него никто не рассказывал нигде никаких рекламных роликов не было ничего не было и качество по визуальным эффектам даже в первой части когда ты смотришь на вот эту планету с водой когда там они плывут в лодочках там вот эти вот скаты проплывают она красиво сделано даже и в первом сезоне дофига визуальных эффектов было вот не придерешься но при всем при этом да и актерский состав какой замечательный но при всем при этом рекламы небо сейчас постеры кругом я куда не иду везде постеры рекламные ролики по простому телевидению крутят такое бывает очень 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 редко когда кабельные кабельные каналы или стриминговые платформы покупают рекламу на простом телевидении я вот смотрите наверное это попытка сделать вот такой вот финальный рывок и мое предположение могу быть прав могу быть не прав но давайте я озвучу вообще что мы тут делаем и сидим пьем чай обсуждаем накидываем теории разбираем кто-то пришел просто раз трейлер полторы минуты ты 40 минут сидишь так можно было этот ролик разобрать за 10 минут я согласен и есть такие каналы мы же здесь для атмосферы собираемся посидеть потрындеть чайок выпить там открыть чего-нибудь пенного подставритку давайте давайте посидим и вот моя такая мысль что может это их попытка выйти сделать флагманом для того чтобы привести аудиторию на apple плюс этим сериалом потому что сейчас фантастика она снова становится в тренде снова популяра особенно дюна все про нее говорят все ее знают все и тут ну чего мы будем прикидываться слепыми мышатами видно как многие кадры сделаны чтобы эстетично очень походить на дюну даже если на титры смотреть как вот написано foundation вот давайте вот давайте я открою сейчас где тут вот сейчас я вам а я вам покажу какой стороны готовилась смотрите даже буковки такие вот вот на дюну посмотрите там вот такие вот дуги из таких вот дуг написано вся дюна вообще эстетика та же самое и это это правильный маркетинговый подход что ты знаешь что сейчас люди ждут люди об этом говорят и время выпускать вот этот сериал тоже самое вот самое самое времечко и моя переживалка такая если вот вложи столько денег в рекламу аудитория не придет и если все провалится пойдет по звезде то третьего сезона может быть мы и не увидим но мне очень очень хотелось бы чтобы они хотя бы вот на шажок выше пришли чтобы люди подтянулись хочу хочу больше хорошей научной фантастики все поехали у нас два ролика есть один ролик кусочек из второго сезона битва называется но я не буду его обсуждать до тех пор пока мы не разберем трейлер потом я помашу ручками скажу все кто сильно переживает все кто боится спойлеров мы отправим их отдыхать а всем кому есть еще терпение слушать дядю вова останетесь поговорим позже тут брат день за волой попой как такое можно не обсудить все но это мы потом договорились хорошо итак начинаем трейлер опять-таки тизер с трейлером начинается с того что нам показывают кусочки того что будет в трейлере типа как ожидайте скоро будет и тут вот мы слышим опять некоторые кадры те же самые которые мы видели в прошлом трейлере тоже что и было в прошлом что я разбирал если хотите можете прийти посмотреть 40 40 минут на ролике там прям углубился конкретно здесь вот мы пройдем только по новым кадрам и так это обсуждали это обсуждали то что основание представляет мне угрозу обсуждали галя используют свою силу все это было но обратите опять внимание на этого епископа по моему день по моему апостол епископ вот это животное называется монстр что-то такое церковное папа римский что нет мама тереза ты не узнаю что-то баба глуха надо бачая ладно и это друг друга перекрыкивает кто же страшнее будет кстати сегодня тоже вот рекламу толкает 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 сегодня на ютюбе вообще не знаете смешно когда люди приходят на youtube и говорят что ты сидишь трэндишь 40 минут лучше бы серию показал да ты люди кто же приходит в youtube искать серий только иногда сами каналы могут выложить пилотный эпизод для того чтобы заманушка было я знаю допустим из русскоязычных stars stars дал вас канал называется они пилотники и мне кажется это правильный и умный маркетинговый подход ты выложи бесплатно первую серию если людям понравилось если зайдет и пойдут посмотрят тогда уже все остальное заплатят денежки вот у меня тоже такая минутка саморекламы у дяди во 8 опубликованных романов и мы с издательством договорились что первую книгу когда сделали в аудио формате и говорю давай всю книгу мы сделаем год бесплатном доступе даже у меня в ютюбе есть можно послушать олег булдаков сделал замечательный перевод этот аудиозвучку если людям понравится не потом по а таким образом не будут покупать мешка этого кота в мешке понравилось покупаем не понравилось не покупаем и тут точно так же вот показали первый первая серия доступе на ютюбе если вдруг кто еще не посмотрел и думает стоит ли брать подписку ли не надо вот пожалуйста первая серия есть можете посмотреть бесплатником и так кстати я спрашивал комментариях спасибо всем тем кто отозвался да вот этот корабль он непокоримый непобедимый invictus это большой корабль а маленький корабль плут или бродяга вот это тоже в комментариях самые популярные комментарии которые но переводы которые вы слышали похоже галя говорит закрывай свои глазки спи моя радостью с ним в доме погасли огни и говорит закрываем глазки город засыпает мафия просыпается и вот это тот перед тем моментом когда она должна открыть глаза и мы видим что ничего не видит тут а где-то в грезах летает слушай мои слова гипнотизирует галя то у нас кашпировская на секундочку между прочим теперь тут какой-то линзой такой берут размытой и тут вот эта сцена немножко даже отдает то ли грогу бэйби йодой когда он сидел медитировал то ли встреча а этого как его господи дай бог ему долгих лет жизни люк скайуокер когда встречался с мастером йодой и вот она медитирует и здесь мы видим разные духи к ней приходят это скорее всего цел дан стоит не буду утверждать картинка размытая но очень похожа на нее такая вот белая рубашка почти что как из госпиталя и здесь кто-то стоит в противогазе моника моника поиграем слоника не знаю может быть это сальвар нот по а может быть этаж ее любовничек которого то мы думали все с прошлом сезоне все списали вдруг он к ней вот тут в виде видение появится но картинка такая очень быстро размытая очень сложно понять что там происходит и даже а титры я включил это титры официальные не просто youtube там 6 на дачу а именно вот то что забито вместе в титрах то что будут показывать в ролике на яблоко тв те же самые титры сюда же и включены потому что это официальный канал сетюбчика и вот тут как будто бы вот это та самая волна вот здесь когда она пользуется силой что-то новенько мне вообще я не могу понять откуда у нее вот эти вот проявления силы теперь мы видим момент когда приземляется плут на вот этот вот остров на эту планету где позже мы будем видеть джедаев я буду их называть джедаи до тех пор пока мы точно не узнаем кто они такие может быть может быть это они прилетели вообще на планету на этот терминас может быть он уже со временем зазеленел так помните что дать там дерево посадили а привезли дерево вообще чем закончилась первый сезон что они решили строить свой флот то что голубоглазики объединились с лучниками и с основанием и вот эти три планеты соседние они вместе начали сотрудничать строить космические корабли передавать там руду с одного места деревья дровесину с другого места может быть заселили может это преобразили планету может это и есть уже новое основание кто знает сколько времени прошло вот когда девки сюда прилетели на эту планету короче узнаем но это корабль похоже что это плут приземляется теперь иисус ты ли ну все теперь точно будут это скажут кто netflix снимал почему у вас иисус черная женщина не хватало вам эту клеопатру сначала черной сделать а теперь еще иисус черный в чем дело не ну какая-то женщина в белых одеждах ходит радуги но радуги это не радуги вообще на самом деле это не про повесточку в данный момент там всегда на этой планете кольца которые вокруг планеты их видно было это раньше и тут вот галя куда-то наверное очередное видение вообще конечно галя где ты берешь такие забористые мухоморы я тоже хочу я тоже хочу так вот я прилег закрыл глазки и ты там и силой кидаешься и иисус женщина к тебе появляется и глазки закатываешь выпила до понедельника абсолютно свободен ладно ну плывет а может это коуч по плаванию галя у нас медитирует скорее всего нам покажут больше вот вспомните когда она в бассейне грибет 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 и считает считает циферки и именно когда она высчитывает цифры когда там что-то какой-то сбой происходит она может предчувствовать какой-то дисбаланс и что-то должно произойти таким образом она горит что я предвижу будущее может быть она решила прокачивать этот скилл и поняла что когда помните тоже она в капсуле летела считала 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 и закрылась жидкостью и вот она в этом в этой капсуле летит закрыт покрытая жидкостью считает и вычисляет может быть таким образом она решила прокачивать свой скилл специально погружаться в воду и медитирует таким вот не знаю так вот возвращаясь что где тут она говорит слушаемые слова потом логни бы дамилю непонятно что там говорят галя основание и мечты теперь планета с этими джедаями подаванными яблоко тв уже видели эту заставочку красиво сидит разговаривать я хочу вам что-то рассказать и вот она им рассказывает что теперь неужели это уже настолько продвинутой термин с что настолько колония развилась сколько лет прошло здесь потому что по очертаниям гор мне кажется что этот термин с ладно галя давным-давно в тридесятом царстве некотором государстве мужчина на показал мне как предсказывать будущее ловите ловить наркоман шоу сан сей ариселден палочками сидит сейчас будет жабу вскрывать скальпель не он там что-то пишет наше основание наше основание наше основание для того чтобы сохранить человечество теперь смотрим вот эту сцену и обращаем внимание на красненьких человечков это скорее всего будет та сцена когда император клеон прибывает туда идет разбираться как это я не знаю у вас я же мать наверное самый ближайший будет у нас есть тут такие кера в америке это вот культура керен женщины которые идут и требуют разговаривать с вашим администратором постоянно с какими-то наездами постоянно какие-то у них претензии и вот тоже идет шелдон шелдон выходи выходи подлый трус хочу с тобой поговорить вот по одеждам мне кажется это будет та сцена и тут когда мы смотрим на пустота где там ваша колония нет никакой колонии где колоник а горы есть а колонии нет ладно теперь подлетает космический корабль к инвиктусу или же это они построили вот обратите внимание вот эти диски находятся как диски как вокруг инвиктуса но они находятся вокруг целой планеты что если они как в этом в чебурашки да строили строили наконец построили что они не просто сделали инвиктус а свою звезду смерти сделали вокруг термина садиски такие по настроили ну плодотворные конечно кролики если они вот так вот если сделают так вообще не конечно это круто послушайте это просто мысля я могу ошибаться ребят вы напишите мне в комментариях но я вот на вот это смотрю и мне кажется что они построили диски такие как что можно теперь этот терминус точно так же как инвиктус по галактике перемещать зачем корабль на планете сел кнопочку нажал и а кросс-юниверс как она через вселенную прилетел и до свидания ну в общем интересно брат день говорит в моей империи здесь естественный порядок выходит вот это что же красные цвета димурзель небритая и здесь вот толпа кричит ура ура и это у нас клеон с сережечкой в ушке про сережечку в ушке мы уже говорили теперь сцена с битвой где голая попа теперь про голую попу мы поговорим вот в этой сцене так что я здесь прикидываю что ой а что тут будет я не знаю все уже знаю кому интересно перематываем ждем до конца ролика теперь we will destroy them all мы уничтожим их всех он такой вот уничтожить теперь селден опять-таки появляется сцена сцена где на этом написано хаббер мало про это мы говорили в прошлом ролике кристаллы какие-то опускаются имперская полиция какая-то if there is a war we should короче если это война мы должны победить слава украине героям слава вот и стоят смотрят про эту воронку тоже мы говорили в прошлый раз про этого тоже говорили про галлюцинации как они встречаются этот улыбается будет космическая битва очень интересно прям в такая вот лучших тонах звездных войн имперцы против республиканцев даже значки такие похожие но смотрите вот это похоже новый символ клеона четверка ну-ка сейчас подождите сейчас проверим итак foundation apple tv логан ага вот такой вот символ ммм так 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 ну-ка давайте кто кто лучше разбирается это символ империи потому что вот вот такая четырехконечная звезда вот я нашел она относится к империи или относится к основанию не буду прикидываться грамотным вот правда не знаю напишите в комментариях и мы все будем знать я самый первый комментарий кто правильно напишет об основе все я вас закреплю и все люди будут приходить смотреть какие какой вы умный спасибо большое но тем не менее у мальчишки это похоже наш бригадир манлио он со звездочкой такой сейчас сейчас будем давайте обращать внимание чтобы разгадать когда будут показывать империю когда будут показывать основание посмотрим у кого какой знак теперь кто-то tell them говорит галдорник you got a very special mind у тебя особый ум и теперь мы видим она пальчиками что-то по по доске чиркает какой-то код пытается подобрать что-то пытается взломать какую-то программу какой-то код что-то обойти и там мы видим там тоже какие-то механизмы механизмы изобретения чертежи опять на каком-то космическом корабле и исходя из прошлого ролика мы знаем что она должна встретиться со спейсерами и вообще я жду большего продвижения с истории с роботами вообще мне очень хотелось бы если у нас есть трубы ну может его можно взломать может может можно как-то эту димур зельку не просто на душевном уровне перегипнотизировать а может ее взломать вообще можно галя ну шо ты хакер хорек ну короче что-то взламывает что-то взламывает какие-то расчеты делает не буду прикидываться дядь Вова ни разу не инженеры ни разу не физик вот но если вдруг кому-то эти знаки что-то могут говорить вот это для меня единственно на звезду смерти похоже ты его везде звезду смерти видит звезду смерти так поехали дальше ну я говорю вам какие-то какие-то таблетки принимает девочки посмотрите по невидимому планшету пальчиком вводит вот эта тетя может быть это дух который привиделся и шел по воде people would follow you lead them люди будут следовать за тобой веди их и вот она джедаев учит но эту сцену мы тоже уже обозревали апрайзинг восстание роботы вот эти самые роботы которые в пещере помните лазили теперь они статую ломают распиливают стоит статуя с молотом тут тут все уже дерево все смешалось люди кони уже уже все у меня семяконечная звезда в голове отец воин кузнец мать дева неведанный спаси нас ой семеро помоите восстание 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 начинается не ну ребят ну графика ну ну согласитесь ну что графон вот это вот не за пять копеек сделаны не за мороженку все таки не не пошли не надо насосали этим графическим дизайнерам тут вот ну кайф настоящий мы не унесет теперь нас еще эти миссионерки записали мария деви христос на секундочку и ахаля продолжает галю продолжает глючить смотрите как колбасит не хватает только хорошей музыки индийской а я кенни пупань мани кенни пупань мани ну короче говоря увидим чудеса техники смески корабли летят красиво в полосатых купальников как мы видели как они спрыгивали с горки а теперь вот они улетают все тот же загадочный глаз никто в комментариях мне так и не пришел не рассказал что это за глаз кому принадлежит теперь мужичок красные жилетки а говорит у меня есть вера в основании вот эта сцена ну вот скажите что это не дюновская сцена когда у нас малой из персика как его господи вылетела из головы все дяди вове надо уже это мед и орехи мед и орехи для памяти шаламе мать его за ногу точно так же выпрыгивал я помню с этого космического корабля в пустыню где червяков еще не хватает только а тут вообще какой то какая то отсылка немножко на а не индиана джонс а лара крофт вторая колыбель земли теперь вот помните я вам сказала обратите внимание на этот на этого епископа на нем едет женщина в красных одеяниях красная жрица какая то на секундочку рок-глору поклоняется сжигать кого нибудь будем не но это невозможно честно невозможно когда ты обозреваешь всякие сериал это колесо времени властелин и колец когда все это ну ну невозможно не вспоминать в разные отсылки простите дуру старым простите пожалуйста но я надеюсь вы меня за это и любите за это и приходите что можно посидеть такие замечательные кроссоверы придумать приду лайки проверю потому что прошлый раз нормально хорошо там просил сотню аж две сотни лайков насыпали цепки цепки для него и приятно я прихожу посмотрел о лайки поставили сразу где-то так тепло внизу живота стала и прям еще хочется видюшку сразу вам какую-то записать красивая тетя едет а этот говорит что основание это культ говорю что мария дэви христос основание седьмого дня а это все с ножиком это та силой а это ножиком если это тот же самый епископ на котором ехала красная тетя приказала сожрать этого клеона но они друг на друга покричали может он таким образом сможет его приручить основание может пережить этот кризис смотрите что творит но смотрите происходит взрыв но я не думаю что это взрыв происходит именно от него может быть она научилась пускать эти волны может она сама себя запрограммировала знаете как этот селден до свое свой интеллект все самого себя пересадил вот эту херню которая открывается и в ножике он себя поместил что если галя тоже в какую-то фигню себя поместила и может теперь контролировать вот этим вот инвиктусом изнутри и когда она делает вот это это силу выпускает не она как человек а таким образом она активизирует импульс из космического корабля идет так или она контролирует откуда-то на дистанционке на дистанционке девка работает но красиво красиво конечно это вот может быть это даже в тот момент на площади клеон димурцель кто там стоит но пораскидала всех знатника этот анализы принес колба держит на проверку что-то белое туда насобирал ждем и теперь опять видим как плут вылетает из-под земли помните в прошлом трейлере была сцена когда они пролетают по этим пещерам и там вот эти вот роботы идут и они между их скорее всего эти две два кадра будут взаимосвязаны вот они пролетают 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 а потом вжух пошли вверх и вылетели из-под песка и полетели и следом за ними вот вылезают эти роботы роботов гитаристов гитаристов на месте? что она там сказала? а но для того чтобы основание выжило вам нужно в это верить ну вот секта секта и основание пам 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 новый сезон в новом сезоне поем о робинзоне 14 июля все хочу еще разоглянуть может где-то тут символ показали у имперцев каких-нибудь давайте быстренько у Клеона есть? Клеон у тебя есть значок? ладно не видно так все кто боится спойлеров по той сцене которую показали но ребят это не спойлер это тизер потому что его показали на официальном канале это не считается спойлером но если вы боитесь лучше уходить и так все всех предупредил что у нас происходит здесь а происходит у нас следующее кто-то идет Клеон который с клипсой лежит в постели и на него направили ассасинов а в постельке он кувыркается ни с кем-нибудь подставил димурзель подставил и димурзели пол головы опачки и отрезали и улетела лучших этих Квентин Тарантино с Килл Билл вот тут наверное где-то аж чью-то женскую ногу отчасти засмоктал и тут конечно сцена начинается битва я не знаю сколько лет мужику но дай бог нам всем так хорошо выглядеть в его возрасте ассасины лезут с разных сторон и он с ними сражается ну конечно битва красивая и но вы же знаете да Клеоны держит браслеты которые должны отражать нападение а тут браслетики не сработали и его поранили это какое-то оружие такое особенное он оказался рядышком с половиной головы только я половинка пуки-пум не малинка но все равно до оружия дотянулся смог справиться с одним ну и тут следующий уже все добрался он споткнулся на кровячки и ползет ползет бедный несчастный и казалось бы все пришел конец нашему Клеону но демурзелька с половиной головы встала и прорезала насквозь у меня теперь только вопрос демурзель ли это была с каких это пор демурзель у нас решила чпокаться с Клеонами или же она со всеми Клеонами чпокается потому что помните мы когда разбирали прошлые трейлеры я такую идею накидывал что она вот для того что понятное дело они там себе приводят иногда рабынизаур периодически да им потом память труд и чтоб они там ничего не забеременели ничего тоже труд все труд намного проще она им и мать и любовница и все на свете такая себе игрушка нянька моя первая моя первая учитель телеканал 18 плюс поговорим короче говоря как как работает где работает где у нее контрольные микросхемы тут пол башки отчеканили ну наверное процессор остался не задели процессор ну ладно и вот она успела его спасти мало того что полуголовая так еще смогла его поднять на ручки и унести все ждем ничего не понятно но все очень интересно на этом в этот раз уложился меньше даже чем за 40 минут какой дядя Вова молодец спасибо большое спонсорам моим которые поддерживают канал особенно верховному смотрителю спасибо большое кто не может помочь денежкой дяди Вове приятные на добром слове собаки приятно когда доброе слово говорят а дяди Вове тем более лайкосы комментарии все дела и встречаемся с вами в пятницу будем первую серию смотреть обозревать ребят даже если сериал будет хреновый все равно будем получать удовольствие от наших вот этих вот общих посиделок все всего хорошего на этом обзор разбор дозор окончен всего хорошего пока